Сергей, ты слышишь меня? Да Кто-то вторую группу организовал Спроси, там были нас несколько человек Чтобы не делали этого А то тебе нас взять-то никак нельзя Мы кое-как вышли оттуда Чтобы никто ничего Только ждали, как ты говорил Забыли, наверное Кто-то уже позвонил, да? Ну да, позвонили Я думал, что как-то по-другому Гляжу, открылось Чтобы никто этого не делал Мы заходили там Это нас тут четверо было Ага Вы предупреди, прошу Сергей Чтобы не делали так Давайте, молитесь Боже, будь милостив ко мне грешному Создав имя Господи, помилуй меня Бесчиславец ты грешил, Господи Прости меня грешного И помилуй Светися, светися Новый Иерусалим Слава Богу Господне на тебе, Восея Ликуй ныне Веселись о Сионе Ты же чистая красу И вся Богородица О восстании Рождества Твоего Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и присно, и во веки веков Аминь Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, благослови Воскреса измертая Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитва ради Пречистой Твоей Аминь Силы щаснагожи Творящего Креста Святых Ангелов Наших Хранителей И всех ради святых Помилуй Спаси на сях О благе си Человека любец Аминь Боже, милостью Будь мне грешному Создав имя Господи Помилуй Бесчисла я согрешил Господи Прости меня грешного И помилуй Христос Боже, святый Боже, святый крепкий Святый бессмертный Помилуй нас Святый Боже Святый крепкий Святый бессмертный Помилуй нас Слава Отцу и Сыну И Святому Духу Ныне и всегда И во веки веков Аминь Пресвятая Троица Помилуй нас Господи Очисти грехи наши Владыка Прости беззакония наши Святые Посети Исцели немощи Нашей имени Твоего ради Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу и Сыну И Святому Духу Ныне и всегда И во веки веков Аминь Аминь Отче наш Сущий на небесах Да светится имя Твое Да приятный царствие Твое Да будет воля Твоя На земле Как на небе Хлеб наш Насущный Подавай нам На каждый день И прости нам Долги наши Как и мы прощаем Дожникам нашим И не введи нас В искушение Но избавь нас От лукавого Ибо Твое Есть царство И сила И слава Вновь Аминь Аминь Встав после сна Преподавим Стопам Твоим Благи Ангельскую песню Возглашаем Тебе Сильный Свят 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 Ты Божий Молитвы Богородицы Помилуй Нас Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Спаси Ля сна Ты поднял Меня Господи Умой Просвети Сердце Откру Ставы Чтобы воспевать Тебя Святая Троица Свят 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 Ты Божий Молитвы Богородицы Помилуй Нас И ныне И всегда И во веки Веков Аминь Аминь Встал после сна Благодарю Тебя Святая Троица Что по великой Твоей милости И долготерпению Ты Божий Не прогневался На меня Лениво И грешно И не прекратил Жизни Моя Среди Беззаконий Моих Но оказал Мне обычно Этого Человеколюбия И поднял Меня Спящего Чтобы Принести Тебе Утреннюю Молитву И прославить Могущество Твое И ныне Просвети Мои Мысли Чтобы Мне Поучаться Слову Твоему Разумевать Заповеди Твои Исполнять Волю Твою И открой Уставы Чтобы прославлять Тебя В благодарном Сердце И воспевать Святейшее Имя Твое Отца И Сына И Святого Духа Ныне И всегда И во веки Веков Придите Поклонимся Царю Нашему Богу Придите Поклонимся И припадем К Христу Царю Нашему Богу Придите Поклонимся И припадем К Салому Христу Царю И Богу Нашему Салом 34 Ступись Господи В тяжбу Тяжущимися Со Мною Побари Борющихся Со Мною Возьми Щиты Латы И восстань На помощь Мне Обнажи Меч И прегради Путь Преследующим Меня Скажи Душе Моей Я Спасение Твое Да Постыдятся И посрамятся Ищущие Души Моей Да Обратятся Назад И покроются Бесчастьем Умышляющим Мне Зло Да Будут Они Как Прах Перед Лесом Ветра И Ангел Господень Да Прогоняет Их Да Будет Путь Их Темен И Скользок И Ангел Господень Да Преследует Их Ибо Они Без Вины Скрыли Для Меня Яму Сеть Свою И Сеть Его Которую Он Скрыл Для Меня Да Уловит Его Самого Да Впадет В нее На Погибель А Моя Душа Будет Радоваться Господи Будет Восстелиться Спасение От Него Все Кости Мои Скажут Господи Кто Подобен Тебе Избавляющему Слабого Сильного Бедного И Нищего От Грабителя Его Восстали На Меня Свидетели Неправедные Воздают Мне Злом За Добро Сиротством Душе Моей Я Во Время Болезни Их Одевался Во Вречище Изнурял Постом Душу Мою И Молитва Моя Возвращалась В Недро Мое Я Поступал Как Бы Это Был Друг Мой Брат Мой Я Ходил Скорб С Понихшей Головою Как Бы Оплакивающей Мать А Когда Я Притыкался Поносили И Переставали С Лицемерными Насмешниками Скоржетали На Меня Зубами Своими Господи Долго Ли Будешь Смотреть На Это Отведи Душу Мою От Злодейств Их Ото Львов Одинокую Мою Я Прославлю Тебя В Собрании Великом Среди Народа Многочисленного Восхвалю Тебя Чтобы Не Торжествовали Надо Мною Враждующие Против Меня Неправедно И Не Перемигивались Глазами Ненавидящие Меня Безвинно Ибо Не О Мире Говорят Они Но Против Мирных Земли Составляют Лукавые Замыслы Расширяют На Меня Уста Свои Говорят Хорошо Хорошо Видел Глаз Наш Ты Видел Господи Не Умолчи Господи Не Удаляйся От Меня Подвигнись Пробуди Для Суда Моего Для Тяжбы Моей Боже Мой Господи Мой Суди Меня По Правде Твоей Господи Боже Мой И Да Не Торжествуют Они Надо Мною Да Не Говорят В Сердце Своем Хорошо По Душе Нашей Да Не Говорят Мы Поглотили Его Да Постыдятся И Посрамятся Все Радующиеся Моему Несчастью Да Облекутся В стыд И позор Величающиеся Надо Мною Да Радуются И Веселятся Желающие Правоты Моей И Говорят Непрестанно Да Возвелищится Господь Желающий Мира Рабу Своему Язык Мой Будет Проповедовать Правду Твою И Хвалу Твою Всякий День Нечестью Беззаконного Говорит Сердце Моем Нет Страха Божия Перед Глазами Его Ибо Он Льстит Себе В глазах Своих Будто Отыскает Беззаконие Своё Чтобы Возненавидеть Его Слова Устева Неправда И лукавство Не хочет Он Вразумиться Чтобы Делать Добро На Ложе Своём Замышляет Беззаконие Становится На Путь Недобрый Не Гнушается Злом Господи Милость Твоя До Небес Истина Твоя До Облаков Правда Твоя Как Горы Божии Судьбы Твои Бездна Великая Человеков Из Скотов Хранишь Ты Господи Как Драгоценно Милость Твоя Божия Сыны Человеческие В тени Крыл Твоих Покойный Насыщается От Ука Дома Твоего Из Потока Сладостей Твоих Ты Ибо У Тебя Источник Жизни Во Свете Твоем Мы Видим Свет Продли Милость Твою Знающим Тебя И Правду Твою Правым Сердцем Да Не Наступит На Меня Нога Гордыни И Рука Грешника Да Не Изгонит Меня Там Пали Делающие Беззаконие Незринуты И Не Могут Встать Слава Отцу Истинное Святому Духу И Ныне И Всегда И Во Веки Веков Аминь Аллилуйя 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 Слава Тебе Боже Аллилуйя 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 Слава Тебе Боже Аллилуйя 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 Слава Тебе Боже Боже Очисти Меня Грешного Ибо Я Никогда Не Делал Ничего Доброго Говорит Тобою И Избавь Меня От Зла И Пусть Будет Во Мне Воля Твоя Дай Мне Не Подвергаясь Осуждению Открыть Мои Недостойные Уста И Восхвалить Святое Имя Твоего Отца И Сына И Святого Духа Ныне Всегда И Во Божие Спаси Меня Владыка Человек Олюбчив Став После Сна Я Спешу К Тебе И Помилосердие Твою Принимаю За Угодные Тебе Дела Я Молюсь Тебе Помоги Мне Всегда И Во Все Избав Меня От Всякого Зла В мире От Дьявольского Искушения И Спаси Меня Веди В Царство Твое Вечное Ибо Ты Мой Творец И Источники Подателей Всякого Блага На Тебя Вся Моя Надежда Я Возношу Тебе Хвалу Ныне И Всегда И Во Веки Веков Аминь Господи По обильной Твоей Благости И По Великому Твою Милосердию Ты Дал Мне Работу В прошедшее Время Этой Ночи Провести Без Напасти И Вся Вражес Зла Ты Сам Владыка Творец Всего Сущего Удостой Мне Пресветить Твою Истинность Просвещенным Сердцем Исполнять Твою Волю Ныне И Всегда И Во Веки Веков Аминь Аминь Господи Сидержителю Божьей Сил Бесплотных Всякой Плоти На Усотах Небесных Живущий Озирающий Долу Земные Наблюдающий Сердца И Помыслы Ясно Ведующий Тайны Человеческие Безначальный Вечный И Неизменный Свет Который Не Оставляет Затененного Места На Своем Пути Ты Сам Бессмертный Сам Прими Моления Наши Которые Мы В Прожить Всю Ночь Здешней Земной Жизни В Ожидании Наступления Светлого И Славного Дня Второго Пришествия Денародного Твоего Сына Господа Бога И Спасителя Нашего Иисуса Христа Когда Общий Судья Придется Славу Сдать Каждому По Делам Его Да Найдет Он Нележащими И Сонными Но Бодрствующими И Восставшими Среди Исполнения Заповедей Его И Готовыми Войти С Ним В Радость Божественный Черток Славы Его Где Непрестанные Голоса Торжествующих И Невразимая Радость Видящих Несказанную Красоту Лица Твоего Ибо Ты Истинный Свет Просвещающий Освещающий Весь Мир И Тебя Воспевает Все Творение Веки Вечные Аминь Аминь Святый Ангел Подставленный Блюсти Мою Бедную Душу И Несчастную Жизнь Не Оставь Меня Грешного И Не Отступи От Меня За Невоздержанность Мою Не Дай Возможности Злому Демону Подчинить Меня Себ Посредством Этого Смертного Тела Возьми Крепко Несчастную Опустившуюся Мою Руку Выведи Меня На Путь Спасения О Святой Ангел Божий Хранитель Покровитель Бедной Моей Души И Тело Прости Мне Все Чем Я Оскорбил Тебе Во Все Дни Моей Жизни Если Я Чем Согрешил Прошедшую Ночь Защити Меня В настоящий День И Сохрани Меня От Всякого Искушения Вражеского Чтобы Мне Не Прогнивать Бога Никаким Грехом И Молись За Меня Ко Пресвятая Владычица Моя Богородица Святыми Твоими Всесильными Мольбами Отгони От меня Ничтожного Несчастного Рабатываю Уныние Забвение Неразумие Нерадение И Все Скверные Лукавые Хурные Помышления От Несчастного Мого Сердца От Помраченого Моя Моя Погаси Пламень Страстей Моих Ибо Я Нищий Слав Избав Меня От Ногих Губительных Воспоминаний Намерений И Освободи От Всякого Злого Воздействия Ибо Ты Благословен От Всех Родов И Твое Пречестное Имя Славится Во Веки Веков Аминь Молите Бога О Нас Святые Угодники Божии Игнатий Галина Ольга Виталий Надежда Роман Татьяна Сергей Мы Усердно Прибегаем Как Скорым Помощником И Молитвенникам О душах Наших Богородица Дева Радуйся Благодатная Мария Господь С Тобою Благословена Ты Между Женами Благословен Плоть Чрева Твоего Ибо Ты Родила Спасителя Душ Наших Спаси Господи Людей Твоих Благослови Принадлежащих Тебе Помога Православным Христианам Побеждать Врагов Сохраняя Силы Креста Твоего Церковь Твою Спаси Господи Помилуй От самого Духовного Родителей Моих Братьев Сестер Родственников Начальников Благодетелей Всех Ближних Моих И друзей Всех Православных Христиан Подай Твои Земные Небесные Благо Не Лиши Милости Твоих Посети Их Укрепи Силой Твою Дару Им Здравия Спасения Души Ибо Ты Благ Любишь Людей Аминь Упокой Господи Души Усопших Рабов Твоих Родителей Братьев Сестер Родственников Благодетелей Всех Православных Христиан Прости Им Все Грехи Вольные Невольные Дару Царствие Небесное Со Святыми Упокой Души Рабов Твоих Бравцев Отцов Братьев Наших Там Где Нет Ни Болезней Ни Печалей Ни Душевных Страданий Ангел Вопияж Благодат Нечистая Дева Радуйся Пакире Курагу Твой Сын Воскресе Тридневе На гроба И мертвые Воздвигные Люди Веселитесь Святись Святись Новый Иерусалим Слава Бога Господь На тебе Восея Ликун Не веселись Сионе Ты же Чистая Красави Богородица А восстание Рождества Твоего Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И ныне Всегда И во веки Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молит Родин Пречистой Твоей Матери Преподобных Богоносных Отцов Наших И всех Святых Помилуй Нас Аминь Аминь Боже Наш Милостив Небесный Отец Помилуй Детей Наших За которых Смиренно Мы молим Тебя И которых Предаем На Твое Попечение И защиту Вложи В них Крепкую Веру Научи И благоговеть Пред Тобой Их Крепко Любить Тебя Нашего Создателя И Спасителя Направь Их Божий На путь Истины И добра Чтобы Они Все Делали У вас Слава Твоего Имени Научи Благочестиво Добрительно Жить Быть Добрыми Христианами Полезными Людьми Дай им Здравие Душевное Телесное Успех Труда Избавь Их От хитрых Козней Дьявол От многочисленных Соблазнов От скверных Страстей От всяких Нечестивых Беспорядочных Людей Ради Твоего Сына Господа Нашего Иисуса Христа По молитвам Его Прочистой Матери Всех Святых Приведи Их К тихой Пристани Твоего Вечного Царства Чтобы Они Вместе С Праведными Всегда Благодарили Тебя С Единородным Твоим Сыном И Животворящим Твоим Духом Аминь Господи Боже Наш Возри На Недей Наших Ниспошли На Нех Дух Премудрости Разума Благочестия Просвети Их Светом Твоего Благоразумия Чтобы Они Скоро Разумели Изучаемые Ими Предметы Употребили Их На Благо Твоей Церкви На Пользу Ближнему Своё Спасение Потому Что Ты Источник Премудрости Тебе Славу Возносим Всегда Ныне Присно И Во Веки Веков Аминь Аминь Продолжайте Игра Спасибо Господи Помилуй Отца Моего Духовного Родителей Сродников Благодетели Митрополита Илариона Епископа Евтихия Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священария Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Новома Кирилла Максима Владимира Иглебу Не дай погибнуть Диакона Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диодора Тихона И весь Священнический Иноческий Чин И высший Истинный Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дай сейчас Священник Если угодно Тебе Смири Власти Воинства Их Наведи Страх Твой На них И Вразуми Дабы Издавали Мудрые Законы Чтобы Люди Могли Достойно Жить Дабы Было Еще Уделять Нуждающимся И Сохрани Их От Покушения На них Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена Амана И Даруй Даруй Тобой Тобой Наши Наши Таланты И Для Всего Пошли Нам Добрых Помощников Наставников Советников И В этот День Сохранять Всякого Рода Зла Греха И И И И Нарушение Заповедей Сохрани Нас Здесь И Селение Наше От Пожара От Воров От Нечистой Силы И Живущих Там Андрея Игоря Игоря Серафим И Владимира Братина Ставь Людмилу Любовь Владимира Алексея Иосифа Прещедобрые Жители С детьми Знающими Тебя Любящими Уставы Твои И Сохрани Школу Спаси И Помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алектину И Найди Новые Души Засоветую Фимура Самир Спаси И Помилуй Надежду Валентину Екатерину Анастасию Наталью Евгению Михаила Анну Юрия Екатерину Екатерину Галину Алексея Александра 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 Сергея Сергея Слава тебе Боже Наш Слава тебе Благослови Всех Кому Мы Возвестили Слава Истины Воздри На Врагов Погаси Их Злобу Не Дай Им Желаем Во Вреде Но Наставь На Путь Истинный И Устраши Страхом Великим И Примири Их С Нами И Судный День Не Помяни Их Безумие Максима Александра Александра Евгения Виктора Сергея Алексея Воздай Добро Благодетелям Нашим Благослови Елену Людмилу Неанилу Татьяну Евгения Наталья Найди Обрати Юрия Эдуарда Надежда Светлана Посети Болящих Укрепи Господи Дай силу Перенести Страдания Валерия Илариона Кирилла Татьяну Сегодня Операция Капустина Надежда Неанилу Валентину Валентину Татьяну Татьяну Анну Марию Александру Благодарю Тебя Господи За друзей За врагов За здоровье За болезни Ибо По Твоему Благоволению Все это Может оказаться На пользу И от пьянства Избавлю Павла Михаила Андрея Владимир Александра Игоря И найди Все наше Родство Идоки Валентину Ирину Татьяну Марфу Нину Ольгу Елену Марию Татьяну И Романа Избавь От духа Лжи Где он Находится Найди Его Слами Его Упрямство И безумие И благослови Никиту Виталия Где они есть И каждому Даруй Духовное Рождение Патриархам И папам Слава тебе Боже Наш Слава тебе Отступников Найди Возврати Михаила Николая Александра Юлия Анастасия Слава тебе Боже Наш Слава тебе Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят Свят Господь Саваоф Вся Земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышне Богу На земле Мир Человека Благоволения Благодарю Тебя Господь За тот День Который Дал Мне Веру В Тебя Страх Пред Тобою И Ожидание Суда Божия Благодарю За тот День Который Ты Дал Мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов И на Каноны Церкви Как на Истину Аллилуйя Господи Сохрани Таше Наше Сокровище В интернете И книги Здесь И в пути Как было До сего Дня И благослови Тех Кто дает Нам Возможность Здесь Находиться Я Обрати На путь Спасения Тимофея Мартина Германа Александра Семена Леонзия И Помогающих Нам Благослови Игоря Юли Димитрия Виктора Сергея Сергея Андрея Андрея Виталия Вячеслава Димитрия У всех Знаешь Господи Помоги Вразуми Настать Исполни Мудрости И Через Наши Эти Труды Найди Новые Души Для Перемирения С Тобою Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Аллилуйя Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Богом Негрежим Благодарю Тебя Мой Ангел Сколько Лет Ты Хранил И В этой Ночи Сохранил От Страха От Всего Неугодного Тебе Прошу Тебя Мой Ангел Не покинешь Смертный Сейчас Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мой Помытарством И Веди Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Господи Благослови Всех Помогавшим Нам Путешествий Нашим Павлу Зинаиду Владимиру Семейство Его Надежду Людмилу Дмитрию Сергея Раздаем Догром Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Мощи Нас Господи Жите В бедности Имея Пропитание И одежды Быть Благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать И во всем Быть экономным Дабы Было Еще Уделять Нуждающимся Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Святитель Христов Никола Мирликий Счезотворец Моли Бога О нас Да Укрепит Господь Народ Свой Дабы Не страшиться Ни царей Неначальствующих И не Участвовать В бесплодных Делах Тьмы Но И обличать Молите Молитом Мы Вышли Навстречу Тебе Господи С Сосудами С Светильниками Истинной Веры И Сосудами Полными Добрых Дел Соделанных Духи Святом С Любовью Аллилуйя Молите Раису Раису Льва Виктор Алексея Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Мученики Мученицы Игнатий Богоносец Подвекам Смирский Устин Философ Космай Дамьян Андрей Стратилат Иерон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Некомедийский Георгий Победоносец Пантелеем Сорок Святых Мучеников Царь Николаев Святое Царское Семейство Владимир Вениамин Иосиф Борис Иглеб Молите Бога О нас Да укрепит Господь Церковь Свою Дабы Никто Не принял Начертания Зверя Антихриста Анфим Вениамин И дай веры И устрашив Родителей За такое Ложное Воспитание Молите Бога О нас Святые Отцы Василия Великий Григорий Богослов Иоанн Златоусов Афанасий Великий Ипрем Сирин Антоний Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнилий Сергий Радонский Степан Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет И все Переводчики Священного Писания Да Сохранит Нас Господь Святой Православной Вере А Замос Литюков Господи Разве И мечтой Преврати Наставь Их На Путь Истинный Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Фекла Первомущеница Фатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матерь Стопея Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетую Татьяна Ирина Ольга Елена Мария Магдалина Мария Египетская Прескила Акила Андроник Июня Киприяна Устина Молите Бога Она Задарует Господь Им Нашим Женам И девам Послушание Молчание Соломудрие Истыбливо Непокоривость И сохрани От всяческого Поругания Избавь Непокоривость Галины Семей Евгений Надежды Надежды Светланы Марии Раисы Юлии Людмилы Иоанны И прими Нашу молитву В изъяние Рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед престолом Благодати Твою Господи И соедини Молитву Нашу С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе На земле Господи Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Услыши И исполни Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам молиться О них Спаси Господи И помилуй Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий Христа Пролитой Крови Твоей Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Крови Крови Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Книги к истинному православию Игнатий Тихоновича Лапкина... Тема о благовестии, часть третья... Из материалов Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов... Четвертый пункт... Продолжение следует... Продолжение следует... С чего начинать устроение православного прихода? Прежде всего выяснить, кто действительно принадлежит к Церкви Христовой... Итак... Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие... Лука 9,60... Это повеление... Каждому христианину... Следующая тема... О семье... Муж и жена сотворены Богом по образу и подобию Божию... И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию... Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их... Бытие 1,27... Любое человеческое общество при нормальном развитии основывается на трех столпах... Вера... Высшее существо... Семья... Частная собственность... У христиан это вера в Святую Троицу, Бога Отца и Сына и Святого Духа... Семья, основанная на библейских, евангельских заповедях и правилах... Канонах, соборов и святых отцов... И частная собственность от трудов своих честных... Богоборческий режим разрушил все три опоры... Рассыпалось государство... Семья... Наступило обнищание... По восстановлению правильных божественных отношений между Богом и человеком... Необходимо сегодня в России начать поголовное оглашение к катехизацию... Евангелизацию... Наиболее опасным сегодня по этому вопросу является мода на религию... Веру... Обмерщение Патриаршей Православной Церкви в России является главным звеном в этой цепи... Неверующие священники... Засланные в ряды верующих органами КГБ... Враждебные элементы... Архиереи... Ставленники Полютбюро... Предательская Декларация Митрополита Сергия... Отдавшего церковь в руки атеистов... Наиглавнейшая беда церкви... Да коли по всем вопросам... Также и в вопросе семьи... Не будет во главу угла поставлено священное писание... Каноны церкви... Да то ли все совершаемое в церкви будет делаться... Не для неба... Не для Христа... Не для духовного возрождения России... А в угоду темных сил... На пользу врагу души... Душ наших... На потеху врагов Божьих... Подлинное покаяние... Истинное обращение к Богу... И настоящее крещение... В котором возрождается... Воскресает новый человек... Где умирает старый грешник... Без этого... Все в церкви будет лишь жалкой имитацией... Подражанием истины... Обольщением невежд... После грехопадения... Бог установил... Неизменную до ныне иерархию власти... Муж... Глава... Цитата... Хочу также... Чтобы вы знали... Что всякому мужу глава Христос... Жене глава муж... А Христу глава Бог... 1 Коринфянам 11.3... Жене сказал... Умножая умножу скорбь твою... В беременности твоей... В болезни будешь рождать детей... И к мужу твоему влечение твое... И он будет господствовать над тобою... Книга Бытие... 3 глава 16 стих... Внешне это выражено в том... Что при бракосочетании... Жена всегда стоит слева... Низшая сторона греховная... Как и нижняя... Перекладина на кресте... Наискось накладена в левую сторону... И на голове должна иметь знак власти... На ней головной убор... При молитве и пророчествовании... Цитата... Всякий муж... Молящийся... Или пророчествующий... С покрытой головою... Постыжает свою голову... И всякая жена... Молящаяся... Или пророчествующая... С открытой головою... Постыжает свою голову... Ибо это тоже... Если бы она была обритая... Ибо если жена не хочет покрываться... То пусть и стрижется... А если жене стыдно быть остриженной... Или обритой... Пусть покрывается... Итак... Муж не должен покрывать голову... Потому что он есть образ и слава Божия... А жена есть слава мужа... Ибо не муж от жены... Но жена от мужа... И не муж создан для жены... Но жена для мужа... Посему жена и должна иметь... На голове свой знак... Власти над нею... Для ангелов... Первое послание к Алифинам... Одиннадцатая глава... С четвертого по десятой стихи... Цитата... Определяем... Никакому мужу не одеваться в женскую одежду... Ни жене в одежду мужа свойственную... Не носить личин комических... Или сатирических... Или трагических... При давлении винограда в точилах... Не возглашать голосного имени Диониса... А при вливании вина в бочке... Не производить смеха... И по невежеству... И в виде суеты... Не делать того... Что принадлежит к бесовской прелести... Посему тех... Которые отныне знаясь... И одержнут делать что-либо из вышесказанного... Если это клирики... Повелеваем... Извергать из священного чина... Если же миряне... Отлучать от общения церковного... Шестой Вселенский Собор... Шестьдесят второе правило... И даже ради подвизничества... Не позволяется одеваться женщине в мужскую одежду... Ни мужу в женскую... На женщине не должно быть мужской одежды... И мужчина не должен одеваться в женское платье... Ибо мерзок перед Господом Богом твоим... Всякий делающий сие... Это законе 22.5... Цитата... Если какая-либо жена... Ради мнимого подвижничества... Переменит одеяние... И вместо обыкновенной женской одежды... Обречется в мужскую... Да будет под клятвую... То есть под проклятием... Ганский Собор... Тринадцатое правило... Поступающие иначе делают это... По воле князя дьявола... По обычаю мира... Фесянам 2.2... Горе ожидает мужа и всю семью... Где жена по наущению дьявола... Добьется равенства с мужем... Или будет держать первенство... В такой семье нет Бога... Нет порядка... Растут дети уроды... С женской психикой... Склонной и податливой к греху... И ко всему дурному... Бог запретил женам произносить в церкви единое слово... Жены ваши в церквах домолчат... Ибо не позволено им говорить... Но быть в подчинении... Как и закон говорит... 1 Коринфянам 14.34... В книге из Филь... 1.17... Повествуется о... Неподчинении царицы своему мужу... Тогдашний Верховный Совет Империи издал закон... Остраняющий царицу навсегда от царства... Да, вы прочим... Женам всех семей... До простолюдинина... До простолюдинина... Было ясно... И... Цитата... Все жены будут почитать мужей своих... От большого до малого... Взаимоотношения мужа и жены кратко выражены так... В любой ситуации... Кроме нарушения супружеской верности... Муж должен любить жену свою так... Что если того потребует обстоятельство... Отдать жену жизнь... Как и Христос в церковь... Жена же должна быть послушной во всем мужу... И быть безмолвной... Цитата... Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу... Потому что муж есть глава... Жены, как и Христос глава церкви... И он же спаситель тела... Но как церковь повинуется Христу... Так и жены своим мужьям во всем... Мужья... Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь... И предал себя за нее... Чтобы осветить ее... Очистив баню водную... Посредством слова... Чтобы предоставить ее себе... Славную церковью... Не имеющую пятна... Или порока... Или чего-либо подобного... Но дабы она была свята и непорочна... Так должны мужья... Любить своих жен, как свои тела... Любящие свою жену... Любят самого себя... Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти... Но питает и греет ее... Так и Господь церковь... Потому что мы члены тела его... От плоти его и от костей его... Посему оставит человек отца своего и мать... И прилепится к жене своей... И будут двое одна плоть... Тайность сия велика... Я говорю по отношению ко Христу и к церкви... Так каждый из вас... Да любит свою жену... Как самого себя... А жена... Да боится своего мужа... Ефесянам 5.22... Ибо не муж от жены... Но жена от мужа... 1 Коринфянам 11.8... Таков порядок творения... Жена была сотворена потом... Специально для мужа... Цитата... И приступили к нему фарисеи... Искушая его... Говорили ему... По всякой ли причине... Позволительно человеку разводиться с женой своей... Он сказал им в ответ... Не читали ли вы... Что сотворивший вначале мужчину и женщину... Сотворил их... И сказал... Посему оставит человек отца и мать... И прилепится к жене своей... И будут два одной плотью... Так что они уже не двое... Но одна плоть... Итак... Что Бог сочетал... Того человек да не разлучает... Они говорят ему... Как же Моисей... Заповедовал давать разводное письмо... И разводиться с нею... Он говорит им... Моисей по жестокосердию вашему... Позволил вам разводиться с женами вашими... А сначала не было так... Но я говорю вам... Кто разведется с женой своей... Не за прелюбодеяние... И женится на другой... Тот прелюбодействует... И женившийся на разведенной... Прелюбодействует... Говорят ему ученики его... Если такова обязанность человека к жене... То лучше не жениться... Он же сказал им... Не все вмещают слово сие... Но кому дано... Матфея 19.4... И не Адам прельщен... Но жена прельстившись... Пала в преступление... 1 Тимофею 2.14... Жены... Повинуйтесь мужьям своим... Как прилично в Господе... Мужья... Любите своих жен... И не будьте к ним суровы... Колоссянам 3.18... Повиноваться... Как прилично в Господе... Да не порицается... Слово Божие... Титул 2.5... Этот порядок сохраняется до ныне... Муж выбирает жену себе... Только бы она была верующая... То есть в Господе... Жена связана с законом... Доколе жив муж ее... Если же муж ее умрет... Свободно выйти за кого хочет... Только в Господе... 1 Коринфянам 7.39... Ибо что общего... У верующего с неверующим... У овцы и волка... Какое согласие между Христом и Велиаром... И какое соучастие верного... С неверным... 2 Коринфянам 6.15... И не вступай с ними в родство... Дочери твоей... Не отдавай за сына его... И дочери его... Не бери за сына твоего... Второзаконие 7.3... Но если сочетались до уверования... То уверовавшая сторона... Не должна оставлять... Оставшегося в неверии... Если этот желает жить с ним... Цитата... А вступившим в брак... Не я повелеваю, а Господь... Жене не разводиться с мужем... Если же разведется... То должна оставаться безбрачную... Или примириться с мужем своим... И мужу не оставлять... Жены своей... Впрочем же... Я говорю... А не Господь... Если какой брат... Имеет жену неверующую... И она согласна жить с ним... То он не должен оставлять ее... И жена... Которая имеет мужа неверующего... И он согласен жить с нею... Не должна оставлять его... Ибо неверующий муж... Освещается женой верующей... И жена неверующая... Освещается мужем верующим... Иначе дети ваши... Были бы не чисты... А теперь святы... Если же неверующий... Хочет развестись... Пусть разводится... Брат или сестра... В таких случаях... Не связаны... К миру призвал нас Господь... Почему ты знаешь жена... Не спасешь ли мужа... Или ты муж... Почему знаешь... Не спасешь ли жены... Только каждый поступает так... Как Бог ему определил... И каждый как Господь призвал... Так я повелеваю по всем церквам... 1 Коринфянам 7.12.17 Брак установлен Богом в раю... Потому оставит человек отца своего... И мать свою... И прилепится к жене своей... И будут два... Одна плоть... Бытие 2 глава 24 стих... 51... Если кто... Епископ... Или пресвитер... Или дьякон... Или вообще... Из священного чина... Удаляется от брака... И мясо, и вина... Не ради бодвига... Воздержания... Но по причине... Гнушения... Забыв... Что все доброе... Что все добро... Зело... И что Бог... Созидая человека... Мужу и жену... Сотворил их... И таким образом... Хуля клевещет на создание... Или да... Исправится... Или... Да... Будет... Изверженный... Священного чина... И отвержена... Церковь... Также... И мирянин... Посольское правило... 51... И брачное... Честное... Сожительство... Почтенно... Ганнский собор... 21... Правило... Есть еретики... Говорящие... Что... Жена тому... Не спастись... Цитата... Дух же ясно говорит... Что в последние времена... Отступят некоторые... От веры... Внимая... Духом... Обольстителем... И учением... Бесовским... Через лицемерие... Лжесловесников... Сожженных... В совести... Своей... Запрещающих... Вступать... В брак... И употреблять... В пищу... То... Что Бог... Сотворил... Дабы... Верные... И познавшие... Истину... Вкушали... С благодарением... 1 Тимофею... 4.3... Таковых... Церковь... Отлучает... Если кто... Порицает... Брак... И женою... Верную... И благочестивую... С мужем... Своим... Совокупляющуюся... Гнушается... Или... Порицает... Оною... Как... Немогущую... Войти... В Царствие... Да... Будет... Подклятвою... Если... Кто... Действует... Или... Воздерживается... Удаляясь... От... Брака... Как... Гнушающимся... Им... А не... Ради... Самой... Доброты... И... Святыни... Девство... Да... Будет... Подклятвою... Ганский Собор... Первое... Девятое... Правило... Если... Жена... Будет... Ганский Собор... Четырнадцать... Правило... Епископ... Или... Пресвитер... Или... Дьяко... Да... Не... Изгонит... Свои... Жми... Под... Видом... Благоговения... Если... Изгонит... Да... Будет... Извержен... От... Священного... Чина... Вот... Тольское... Правило... Пятое... Пятьдесят... Первое... После... Уверования... Труда... Найти... Более... Важный... Шаг... Жизни... Как... Правильный... Выбор... Жены... Мужа... Почему... Библия... Поучает... Искать... Не... Внешней... Красоты... От... Этого... Будет... Зависеть... Богатство... Семьи... Воспитание... Детей... Количество... И... Качество... Друзей... Здоровье... И... Долгота... Жизни... И... Само... Вечное... Спасение... Бессмертной... Души... И... Нет... Другого... Более... Легкомысленно... Принимающего... Решение... Как это... Женился... На... Скорую... Руку... Раны... Пирогов... Ян... Амас... Каменский... Утверждают... Что... Самое... Трудное... Воспитание... Юношество... А это... Уходит... Самую... Колыбель... Самое... Трудное... С детьми... Молиться... То есть... Правильно... Плавенно... И со слезами... Совершать... Сие... Для... Будущего... Мужу... И... Жене... Всему... Этому... Нужно... Учить... Внушать... Постоянно... Родители... Которые... Не... Учат... Детей... Боговедению... Хуже... Убийц... Ушинский... Напоминал... Что... Ученика... Уши... Растут... На... Цитата... Если... У тебя... Сыновья... Учи... И... С юности... Нагибай... Не желай... Множество... Негодных... Детей... Не радуйся... О сыновьях... Нечестивых... Кто любит... Сына... Своего... Тот... Пусть... Чаще... Наказывает... Его... Чтобы... Впоследствии... Утешаться... Им... Поблажающий... Сыну... Он... Будет... Перевязывать... Раны... И... При... Всяком... Крике... Его... Будет... Перевожиться... Сердце... Его... Необъезженный... Конь... Бывает... Упрям... А... Сына... Оставленный... На свою... Волю... Делается... Дерзким... Лилей... Дитя... И... Оно... Устрашит... Тебя... Играй... С ним... И... Оно... Опечалит... Тебя... Не смейся... С ним... Чтобы... Не горевать... С ним... И... После... Не скрежетать... Зубами... Своими... Не... Не... Нагибай... Шею... В... Закрушай... Ребра... Его... Доколе... Оно... Молодо... Дабы... Сделавшись... Упорным... Оно... Не вышло... Из... Повиновение... Тебе... Учи... Сына... Твоего... И... Трудись... Над Ним... Чтобы... Не иметь... Тебе... Огорчения... От... Непристойных... Поступков... Сирахов... 7... 25... Сирахов... Розгою... Он не умрет... Притчи... 23... 13... Кто жалеет... Розги своей... Тот ненавидит... Сына... А кто любит... Тот... С детства... Наказывает... Его... Премудрость... 13... 25... Ибо... Господь... Кого любит... Того и наказывает... Бьет же... Всякого... Сына... Которого... Принимает... Если... Вы... Терпите... Наказание... То... Бог... Поступает... С вами... Как... С детьми... Ибо... Если... Какой... Сын... Которого... Не наказывал... Отец... Если... Остаетесь... Без наказания... Которое... Всем... Общее... То... Вы... Незаконные... Дети... А не... Сыны... Притом... Если... Мы... Будучи... Наказываем... Плотскими... Родителями... Боялись... Их... То... Негораздо... Более... Должны... Должны... Отцу... Духов... Чтобы... Жить... Евреям... Двенадцатая... Глава... Шестого... Девятой... Стихи... Те... Наказывали... Нас... По своему... Произволу... Для... Немногих... Дней... А... Сей... Для... Пользы... Чтобы... Нам... Иметь... Участие... В... Святости... Его... Всякое... Наказание... В... Настоящее... Время... Кажется... Не... Радостью... А... Печалью... Но... После... Наученным... Через... Него... Доставляет... Мирный... Плот... Праведности... Саня... Кевреем... Двенадцатая... Глава... Десятого... По... Одиннадцатые... Метод... Наказания... И... Ласки... Должен быть... Согласованным... В меру... Соразмерно... Преступлению... И... А... С... Разъяснением... А... Не раздражайте... Детей... Дабы они не унывали... Колоссянам... 3.21... Дети... Будьте послушны... Родителям... Вашим... Во всем... Ибо... Это... Благоугодно... Господу... Колоссянам... 3.20... Я знаю... Говорит Златоуст... Многие... Презрели бы... Обещание... Вечных благ... Если... Были бы... Свободны... От наказания... Потому... Наказание... Более... Содействует... Спасению... Нежели... Обещание... Вечного... Блаженства... Когда... Император... Феодосий... Старший... Решил... Дать... Наилучшее... Образование... Своим... Сыновьям... Аркадию... И... Гонорию... То... Велел... Сделать... Розыск... По... Восточной... И... Западной... Империи... Чтобы... Найти... Такого... Человека... Который... Обладал бы... Всей... Мудростью... И... Мирской... И... Духовной... С... Великим... Великого... Арсения... Великого... Память его... Восьмого... Мая... Умер... В... Четыреста... Пятидесятом... Году... Вот... Как... Говорил... Феодосий... Вручая... Детей... На... Воспитание... Готовя... Из них... Двух... Императоров... Теперь... Ты будешь... Им... Более... Отцом... Нежели... Потому... Что... Труднее... Воспитать... Нежели... Родить... Приучи... Добродетели... Обучи... Их... При мудрости... Как... Отец... И... Духовный... Позаботься... О том... Чтобы... Они... Избегали... Разных... Юношеских... Соблазнов... Жития... За май... Страница... 246... 248... Однажды... Войдя в класс... Император увидел... Что... Сыновья... Его... Сидят... А... Учитель... Стоит... Он... Опечалился... И запретил... Так... Учить... Считая... Их... Царями... Царями... Но... Прежде... Умерли... Чем... Позволить... Им... На... Погибель... Как... Своей... Собственной... Душе... Так... И прочих... Душ... Человеческих... Случилось... Однажды... Что... Арсений... Как-то... Заметил... За Арканием... Некоторые... Проступок... Рассердившись... На него... Арсений... Побил... Его... Розгою... И... Притом... Так... Сильно... Аркадий... Помнил... Это... Наказание... До... Самой... Смерти... Своей... Ибо... Следы... Розго... Остались... На теле... Глупость... Привязалась... К сердцу... Юноши... Но... Исправительная... Розго... Удалит... Ее... От него... Притчи... 22... 15... Если тебя... Дочери... Имей попечение... О теле их... И не показывай им... Веселого... Лица... Твоего... Сирахов... 7... 26... Стыд... Отцу... Рождение... Невоспитанного... Сына... Дочь... Невоспитанная... Рождается... На... Унижение... Сирахов... 22... 23... Вот... Закон... Какой был... У Израиля... И теперь... У некоторых... Горных... Народов... Цитата... Если... После... Брачной... Ночи... Не найдется... Детство... От Раковицы... То... От Раковицы... Пусть... И жители... Города... Побьют... Сравное... Так... Истреби... Зло... Из... Закон... 22... Глава... 20... 21... Сегодня... Пожалуй... И хоронить... Некому... Будет... Наклонность... Женщины... К блуду... Узнается... По поднятию... Глаз... Век... Над... Бесстыдной... Дочерью... Поставь... Крепкую... Стражу... Чтобы... Она... Улучивши... Послабление... Не... Злоупотребила... Собою... Сирахов... 26... 12... Дочь... Для отца... Тайная... Постоянная... Забота... И... Попечение... О ней... Отгоняет... Сон... В юности... Ее... Как бы... Не... Отцвела... А... В замужестве... Как бы... Не... Противила... Над... Бесстыдной... Дочерью... Усиль... Отзор... Чтобы... Она... Не... Сделала... Тебя... Посмешищем... Для врагов... Притчей... В... Городе... И... Упреком... Народе... И... Не... Осрамила... Сирахов... 42... А... 9... 11... Как бы... Не... Осквернилась... И... Не... Сделалась... Беременная... В... Замужестве... Чтобы... Не... Нарушила... Супружеская... Верности... А... Сегодня... Матери... Сами... Приводят... Детей... Малюток... Учиться... Танцам... Училище... Училище... Разврата... Горе... Тебе... Бедное... За то... Что... Украшало... Дочерей... Твоих... Чтобы... Они... Нравились... И... Славились... У любовников... Твоих... Которые... Всегда... Желали... Блудодействовать... Тобою... Третья езда... 16... 47... Старшие... Должны... Подбирать... Невесту... Сыну... Своему... Цитата... Итак... Сын мой... Люби братьев... Твоих... И не превозноси сердцем пред братьями твоими... И перед сынами и дочерями народа твоего... Чтобы не одних... Чтобы не одних взять тебе жену... Потому что от гордости... Погибель и великое... Неустройство... А от непотребства... Оскудение и разорение... Непотребство есть мать голода... Тавито 4.13... И возрел Господь Бог на землю... И вот она растлена... И во всякое плоть извратила путь свой на земле... И призывал Исаак Иакова... И благословил его... И заповедовал ему... И сказал... Не бери себе жены из дочерей ханаанских... Бытие 6.12.28.1... И жил Израиль сетими... И начал народ блудодействовать с дочерями Маава... Число 25.1... Не должно быть блудницы из дочерей израилевых... И не должно быть блудника из сынов израилевых... Второзаконие 23.17... Вторые родители свекров... Теща... Должны быть почитаемы... Потом сказал дочери своей... «Почитай твоего свекра и свекровь... Теперь они родители твои... Желаю слышать добрый слух о тебе...» И поцеловал ее... «И едно...» Сказал Атови... «Возлюбленный брат... Да восставит тебя Господь Небесный... И дарует мне видеть детей от цары дочери моей... Дабы я возрадовалась пред Господом... И вот отдаю тебе дочь мою на сохранение ее... Не огорчай ее...» Тавита 10.12... «И жена берется не для секса, но для деторождения... И ныне Господи... Я берусь ее сестру мою не для удовлетворения похоти... Но поистине как жену... Благоволи же помиловать меня и дай мне составиться с нею...» Тавита 8.7... «Девица, вышедшая без благословения своего отца... Отлучается от церковного общения на три года...» Правило Василия Великого, 38... «После смерти супруга и супруги разрешается второй брак... Как врачество против блуда... А не напутствие сластолюбию...» «Василий Великий, 37-е правило...» «При свитеру на браке двоеженца не должно пиршествовать...» Седьмое правило не косарейский... «Двоеженцы отлучаются на год и на два...» Правило Василия, 4... «Третий брак после смерти одного из супругов...» «Есть нечистота в церкви...» «Но лучше любодеяние и допускается...» «На троебрачия нет закона...» «Посему третий брак не составляется по закону...» «На таковые дела взираем как на нечистоты в церкви...» «Но всенародному осуждению он их не подвергаем...» «Как лучшее, нежели распутное любодеяние...» «Правило Василия Великое, 50-е...» «И отлучаются на пять лет...» «Правило Василия Великое, 4-е и 80-е...» «Четвертого брака нет...» «Это скотство...» «Если вдова после 60-летнего возраста выйдет замуж...» «Ее отлучить как рассверепевшую...» «Вдову, причтенную в число вдовиц...» «То есть от церкви снабдеваемую...» «Апостол повелевает...» «Оставите без попечения, если посягнет на мужа...» «А для мужа вдовевшего...» «Не положено никакого закона...» «Довлеет для него эпитемья двоебрачных...» «Вдова 60-летняя, если паки восхощет...» «Сожительствовать и мужу...» «Да не удостоится приобщения святыни...» «Доколе не перестанет от страстной нечистоты...» «Если же прежде 60-ти лет...» «Причтем ее в число вдовиц...» «То наша вина, а не жены сия...» «Василий, 24-е правило...» «Кандидат в священнике должен брать только девицу...» «Но не артистку...» «В жену он должен брать девицу из народа своего...» «Вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу...» «Не должен он брать...» «Но девицу из народа своего должен он брать в жену...» «Левит, 21-я глава, 13-е, 14-е правило...» «Взявши в супружество вдову, или отверженную от супружества...» «Или блудницу, или рабыню, или позорящую актрису...» «Ни епископом, ни пресвитером, ни диаком...» «Ни никем в списке священного чина...» «Но если жена его впалет в прелюбодеяние...» «Он должен или оставить ее, или сложить сам...» «Если жена некого мирянина прелюбодействует...» «Обличена будет в том явно...» «То он не может прийти в служение церковное...» «Если же по рукоположению мужа впадет в прелюбодействие...» «То он должен развестись с нею...» «Если же сожительствует...» «Не может касаться служения ему порученного...» «Если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него...» «И сделается женою другого мужа...» «То может ли она возвратиться к нему?» «Не осквернилась ли бы этим страна та?» «А ты со многими любовниками блудодействовала...» «И однако же возвратилась ко мне...» «Говорит Господь» Иеремия 3.1 «Если дочь не воспитывается в христианской строгости...» «То получается...» «Жена...» «Чей портрет...» «На каждом шагу» «Ну все на сегодня» «Нет. спасибо спасибо с богом так я хотел спросить братья кто тут у нас сегодня кто звонил не дождавшись группу создал новую что или как или в этом звонили никто не сознается нас четверо было легко высчитать виталия создавал группу звонил надежда васильевна создавала группу звонили я заранее говорю я не заранее спасибо 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 спасибо